Дорогие друзья, 12 декабря 2022 года отпраздновал свой 70-летний юбилей украинский и российский государственный и политический деятель, журналист и участник телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман. Он никогда не был женат, не имеет детей и признавался, что не собирается отправляться в ЗАГС. Отличительные черты госдеятеля – борода и жилетка с множеством карманов. Давайте же в этом видео узнаем 7 интересных фактов об Анатолии Вассермане. Тайна жилета с карманами. О знаменитом жилете Анатолия Александровича с 26 карманами в сети масса шуток. Некоторые из них даже сам Вассерман считает весьма остроумными. Как-то Анатолий признался, что его жилетка весит 7 килограмм, так как по его карманам расфасовано более 100 самых необходимых предметов. Анатолий Александрович рассказал, что уже давно перестал носить с собой пакетики с чаем и кофе, соль, бульонные кубики, походный набор столовых приборов, игральные карты и многое другое. Сейчас в карманах Вассермана можно найти фотоаппарат, зонтик, надувную шейную подушку, кассетный диктофон, гильотинку для сигар, набор напильников, универсальную отвертку, бактерицидные пластыри, обезболивающие таблетки, скотч, рулетку, набор атласов и многое другое. По признанию журналиста, все эти вещи ему необходимы. Правда, в последнее время чаще всего он достает банковские карты. Полиглот. К интересным фактам об Анатолии Вассермане можно отнести то, что он свободно говорит на трех языках – украинском, русском и английском. Кроме того, полиглот владеет эсперанто со словарем. Необычная коллекция. Анатолий Александрович является заядлым коллекционером. Ранее он собирал различные пачки из-под сигарет, но затем они перестали быть дефицитом и интерес у журналиста пропал. В настоящее время Вассерман увлечен копиями боевого оружия. Он собирает все модели, работающие на бездымном порохе. Его коллекции более полувека. Интеллектуал рассказывал, что самый первый пистолет появился у него еще в шестом классе. Тогда среди его друзей завязался спор. Им было интересно узнать, сможет ли безоружный человек противостоять преступнику с пистолетом. Дети отправились в магазин, приобрели игрушечное оружие и стали ставить опыты. Анатолию Александровичу удалось разоружить друга и этот пистолет оставили ему на память. При этом, как отмечает Вассерман, сам стреляет он очень плохо, ему просто нравится оружие. Съемки в клипе Ольги Бузовой. В 2019 году для многих стало неожиданностью, что в клипе телеведущей певицы Ольги Бузовой «Танцуй под Бузову» снялся Анатолий Вассерман. По сюжету он сидит в компании девушек и что-то рассказывает. В какой-то момент им становится скучно, они включают песню Бузовой и начинают танцевать. А вскоре к ним присоединяется и Вассерман. Многие зрители негативно восприняли появление интеллектуала в клипе, но сам он не видит в этом ничего плохого. Анатолий Александрович отметил, что иногда любит пошутить, но об этом мало кто знает, так как привыкли ассоциировать его с серьезной деятельностью. Кулинарные пристрастия. Анатолий Вассерман непривередлив к еде. Его любимыми блюдами являются шашлык и бифстроганов, хотя сам он готовить их не умеет. Больше всего Анатолию Александровичу не нравится еда, которая напоминает ему меню детского сада. По воспоминаниям Эрудита, у него в детсаду повар готовил отвратительно и теперь он практически не ест рыбу, борщ и разваренный горох. Вассерман любит шоколад, который помогает ему восстановиться после длительного мозгового штурма и стимулирует скорость реакции. Преимущественно он выбирает сорта с большим содержанием какао. Никакой бритвы. Еще одним интересным фактом об Анатолии Вассермане можно считать то, что 25 ноября 2022 года его борода отметила свой 40-летний юбилей. По признанию человека энциклопедии, впервые он решил отпустить растительность на лице после окончания института в 22 года. Но вскоре ему понадобилось сделать фото на паспорт, а борода в те годы не приветствовалась, поэтому пришлось от нее избавиться. Анатолий Александрович не бреется с 25 ноября 1982 года. Тогда был день рождения его мамы. Утром он избавился от растительности на лице, вечером отправился на работу, а вернувшись, обнаружил, что уже зарос. Ему стало лень бриться, и только поэтому по сей день журналист не прикасается к бритве. Вассерман заметил, что то время, которое он тратит на бритье, можно прочитать много интересного. За своей бородой, в отличие от многих мужчин, Анатолий Александрович не ухаживает, у него нет специальных средств, моет он ее обычно шампунем с ополаскивателем, но все же у него есть специальная расческа для бороды, которая хранится в одном из карманов жилета. Обед целомудрия. Как известно, личная жизнь Анатолия Вассермана не сложилась, он никогда не был женат и не имеет детей. Тому виной обед безбрачия, который он дал еще в юном возрасте и до сих пор держит свое слово. В школьные годы Анатолий Александрович как-то заявил товарищу, что без труда проживет всю жизнь без близости с женщиной. Юноши поспорили, и с тех пор прошло более 50 лет, но свое обещание эрудит так и не нарушил. Возможно, школьный товарищ уже и сам забыл, что когда-то спорил с ныне известным журналистом и госдеятелем, но интеллектуал не намерен нарушать данного слова. Он считает, что в этом уже и нет смысла, вряд ли в его возрасте он сумеет наладить личную жизнь. По признанию Вассермана родители были далеко не в восторге от выходки сына, но его спасло то, что у него есть брат, который уже подарил маме с папой внучку. Родственники оставили Анатолия Александровича в покое, и он продолжил заниматься тем, что любит больше всего. Спустя годы свой обед безбрачия эрудит называет глупостью, но что-то менять уже поздно. Он признался, что в жизни были моменты, когда он чуть не нарушил обещание, но все же сумел удержаться от соблазна. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ